Лидером по бронированию на лето у российских туроператоров стала Турция. Доля этого направления в продажах у разных компаний составляет от 35% до 65%. По данным Российского союза туриндустрии, отдых в Турции сейчас обойдется на одного в среднем в 144 тысячи рублей. Цены серьезно выросли, а вот уровень сервиса наоборот снизился. Эксперты объясняют это как проблемами внутри страны, связанными с недавними природными катастрофами, так и внешнеполитической ситуацией. Кроме того, что цена выросла, уровень сервиса упал. В этом году хуже кормят, в этом году меньше персонала обслуживает в отелях высокого уровня. В этом году очень много таких стычек и заворушек, понятно, с недружественными странами, которые там отдыхают. Конечно, турецкие представители пытаются развести эти стороны, даже на экскурсиях, как бы там такие и прочие отели определенные, но тем не менее все равно это возникает. Несмотря на это, Турция лидер по спросу среди зарубежных направлений у самарцев. Далее Арабские Эмираты и Египет, куда есть прямые вылеты из Курумыча. Но и тут свои сложности. В этом году появился Египет в летние месяцы, но его проанонсировали, забронировали, потом меняли полетки, сейчас идут изменения других авиакомпаний, других туроператоров и так далее. То есть проблематичным стало. Ну, плюс еще акулы. В этом году как никогда вырос спрос на туры в Абхазию. Популярны российские черноморские курорты и все направления, куда есть прямые вылеты из Курумыча. В Абхазии построили очень много отелей современных, в стиле лофт, с красивым дизайном. Ну, понятно, что вокруг это будет не так, как в Турции, но в рамках отеля еще со своей территории. Но учитывая, что там чистое море, ну вот как бы пользоваться популярно. Ну и цена, прежде всего цена. Прямой перелет до Сочи, там трансфер и чистое море. Сочи, как обычно из Самары. Вот основные. И Калининград в этом году тоже популярный, потому что прямой рейс. В пределах 25 тысяч за человека нормальная цена на неделю в Калининград прямой вылет. Пользуются популярностью курорты Дагестана. Из экскурсионных направлений вырос спрос на Санкт-Петербург и Москву. Обещали ранее туроператоры Алтай и Камчатку, но в полетной программе таких направлений до сих пор нет. Впрочем, многие самарцы и вовсе не планируют поездки за рубеж и по регионам. Предпочитают отдых на дачах, турбазах изучать местные достопримечательности. Воездные экскурсии, как правило, прогулки на велосипедах, поездки на местные достопримечательности, как Лысая гора, Барсучья. Ленинградская. Набережная. На даче. У себя на даче только. Муж в городе копает, а я с ребенком развлекаюсь. Два года назад ездили в Турцию. Мы этим летом планируем на даче работать. В Самаре? Да. Ну как, в Самарской области. Как сообщили в региональном министерстве туризма, Самарская область вошла в топ-5 самых востребованных городов для сити-туров в этом году. Городские туры приобретают все более семейные черты. Среди местных направлений Самара гастрономическая, Самарская лука, Жигулевский заповедник, Жигулевское море и многочисленные музеи, прогулки на теплоходе по Волге и многое другое. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, Петр Паломеев. События.